Боже, милость, уводи мне грешни. Всегда умею, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, проси, не грешно и помилуй. Благодарим Тебя, Христе Божий Ночь, я конасытилась и на земных Твоих благ. Не лишилась и небесного Твоего Царства. Но я, как посреди ущеников Твоих пришелось и спаси мир, дай я им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Твою Сыну и Святому Духу, ныне пресной, в овихи веков они. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Путешествующие, благослови. Брата нашего Сергея, сохраняй всякого рода зла и греха. И без славы за все веки. Аминь. Спаси Христос. Слава Христос. Так, мы сейчас поговорим немножко. Иди сюда, садись. Так, гадя, поближе ко мне, сядь. Так, я слышал такое, ты сказала, хочу ехать в город. Да. Повтори. Хочу ехать в город. В город. А что там в городе тебя привлекает? Вот, допустим, ты доехала, в машине сидела, сама не рулила, но доехала. Потому что там можно спать сколько захочешь, и сколько захочешь, и играть сколько захочешь. И работать. А ты не дергайся, не надо, ты не обезьянничай. Вот ты доехала до города, сейчас, допустим. А тебя никто не спрашивает, просто узнать я хотел, такое дело-то. Ты советовалась с этим человеком, вот, Владимир Ивановичем? Да, и домой. И он сказал ехать домой, да? Нет. Нет. А как же ты можешь говорить? Я должна помнить, что в город это не деревня. Платочек щихать надо. Платочек, не в кружку. Тебя не научили тут ничего? Вот сейчас погода только установится, я говорил, тут специально у нас искусственный пруд есть, где будете купаться. Не гляди на нее, не надо, трогай, не задевай. С тобой много занимаемся мы, ты ничего не умеешь правильно делать. Там никто с тобой не занимался и не будет. Сколько тебе лет? Пять. Пять уже говорила. Пять уже. Пятнадцать раз. Некоторые в школу пошли с пяти лет. Ты в школе надоешь полурока, если проведут тебя, продержат, это заслуга заслуженному врачу, а дальше ничего не получится. Ты должна здесь научиться многому. Вот ты сейчас приехала с Лезонова, куда ты, в какой дом пойдешь? Кому ты пойдешь? Все живут в разных местах. К маме. А? К братке. К братке, поверьте. К братке на дом. Он один. Да он здесь остается, он не выезжает. Ладно, так как к маме. Мама дома. Мама. А мама-то нуждается, чтобы ты дома была? Нет, ну я сама туда захотела. Ну мама, что с тобой будет? Ну сегодня, здравствуй. 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 Вначале маленько поговорили. Даша, что ты будешь делать? Как ты там? А сколько захочешь? Да ничего там захочешь. А во двор выйти-то нельзя. Чужие люди. Чужие. Все чужие. Играть вот так, бегать, ловить бабочек в траве. И этого не будет. Вот как сейчас были в храме. Такая тишина, порядок. Этого тоже не будет. Ты приходишь в храм спать. Только и всего. Сразу тебе стульчик дают. Бабушка Гликерия, садись, отдохни. Бабушка Гликерия, глаза загнула и закимарила. Ты нас слушай внимательно. Ты еще не можешь сделать выбор правильный. Через полчаса тебе захочется обратно. А обратно я уже не принимаю, кто уехал без разрешения. Уже все. А вы как-то решили. Вот. Вы сказали, я тебе не учусь. Вот. Ты чему там училась здесь? Слышеньки, думаю. Чему училась? Тебя сегодня только учили. Быстро одевать и раздевать. Учили? Учили. На пользу это? Ну, на пользу. Сидеть за столом тебя почему не научили? Ты в чашку охапаешь сразу, лезешь вот так. Потому что я привыкла. Тебя не учили правильно по-человечески есть? Не учили. Это по-человечески? Ну, 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 дальше. Дальше. Дальше давай будем говорить. Стирать правильно не учили, чтобы в грязи не жить. Ты по ноги все лила. Заметь. Сколько моментов, которые... Да хотя еще у нас других детей нет. А сейчас, когда дети приедут, тут с ними у вас тут и игры будут, и что-то и нет. Так что запомни. Я не держу. Ну, я просто разъясняю тебе. Техничный технич. В общем, я сегодня уезжаю домой. Ой, я не хочу его. А с кем ты уезжаешь? Со мной, что ли, для тебя? С кем? А с кем уезжаешь? Кто тебя повезет? А вот. А никак, я не разрешаю детей брать. Ей не отдавали ребенка. Ребенка привезли сюда. Я за него отвечаю. Так что этот вопрос снятый. Никуда ты не поедешь. Потому что никто тебя не возьмет. Никому не охота воздействия. Ты не послушай. А я была тут говорила. Ты когда сюда ехали, и ты что, в кабакло высунется? Я говорю, не маши бежу, она уже с твоей стороны у машины. Ну, ехали, вместе жил, дед. Так что с тобой никак нельзя ехать. Только если кошачью клетку взять и тебя посадить туда. А тебя только заборчим клетку, надо посадить. Значит без клетки обойдемся. И наоборот, скажи, каждый день еще лучше. Тут пост сейчас. И ты... Не надо ногами так сильно мотать. Вот. Это поэтому желание свое. Давай аннулируй. Аннулируй, то есть убрать. Убери. Не желай. Старайся здесь жить без предупреждений. Тут тебе работа находилась, а ты опинки таскала, там маленькие черепушки. Ульяны там нету, ты без Ульяны поехал. А Ульяна дальше будет жить. Ульяне хорошо дело идет. Так, и ты. Мы так договорились, что ты домой проситься не будешь. Вот она меня развернула. Ой, ой. Бликерия, не прикасаться мужчина. Да что же она так бывает. Отстань. Бликерия, мужчинам прикасаться нельзя. Бликерия. Да, фотографируйте, да, если что. На. Мы-то так увидим. Я воздух не могу выдарнуть. Бликерия. 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 Да ты ему сыр сломаешь. Ну давай, давай, договоримся, что ты больше не поредаешь. Эй, эй, эй. Ты куда-то уже вверхом садишься. Не надо так. Борда неприкасаема. Женщина не должна борду там касаться. Вот так. Договоримся давай. Ну все, вот это твоя стихия. Малуйся. А ты сейчас научись тихо сидеть, руки вот так за партой, чтобы учительница на тебя посмотрела и сказала, вот примерная девочка явилась. И научительницу вот так не бросайся, как на меня. Бликерия. Бликерия. Ты в церкви-то была, выспалась? Да. Бликерия, если так можно себе вести. Ну и все. Так, дядя Богу попросим, чтобы он показал фильм нам небольшой. Все, дядя Богу, давай.